Еще один штурм мэрии едва не случился из-за нового обмана чиновников. На Думскую площадь пришли возмущенные инвесторы строительной компании «Альянс». Власти сорвали достигнутое ранее соглашение о завершении строительства. У входа в здание городского совета снова слышались крики. И, как всегда, людей не пускали к чиновникам. Космос слева! Космос слева! Космос слева! Космос так и не вышел. Сказать людям ему нечего. Хотя еще три дня назад заместитель мэра Кирилл Шаламай пообещал обманутым инвесторам найти застройщиков и провести переговоры о завершении долгостроев. В день сессии на своем митинге сам Космос заикнулся о проблеме Дымов Альянса. Сегодня мы примем решения, которые помогут нам продвинуться по пути решения вопроса недостроев. Это проблема Альянса. Вчера эти обманутые люди снова приходили к мэрии. Здесь с ними встречался мой заместитель Кирилл Шаламай. Мы посоветовались вчера и выносим решение по каждому объекту, забьем в бюджет отдельную строчку для того, чтобы решать этот вопрос и привлекать все средства, которые только есть на достройку этих домов. Дать окончательный ответ относительно новых застройщиков чиновники должны были в пятницу. Она наступила. Но обещания снова оказались пустым звуком. Обманутые люди пришли штурмовать мэрию. Сделать это они, конечно же, не в силах. Застройщики, естественно, отказались, потому что им эта схема неинтересна, как выяснилось. По крайней мере, об этом нам сегодня сказали на очередной встрече. Теперь нам говорят, что нас будут достраивать за какие-то бюджетные средства. Если мы реально понимаем, что бюджет города пуст, нам сказали, ищите застройщиков. Найдете застройщиков. Мы, любого застройщика, готовы принять с распростертыми руками. Но тот застройщик, который, в общем-то, будет строить за виртуальные деньги. За спасибо. Год горсовет не может найти 3000 гривен для того, чтобы провести экспертизу наших домов. И они говорят, что не найдут 60 миллионов для того, чтобы их достроить. Это нереально. Заместитель мэра, все тот же Кирилл Шаламай, назначил очередную встречу с застройщиками на понедельник. Но такие обещания стоят недорого. Чиновники явно испытывают терпение инвесторов. Сегодня на Думскую пришло человек 30. Всего же их несколько сотен. Если издевательства будут продолжаться, доведенные до отчаяния люди действительно могут снести охрану и прорваться в кабинет народного мэра. Если в понедельник не будут решаться наши вопросы, мы будем перекрывать железные дороги, дороги в город. Будем бандовать до тех пор, будем ночевать, не будем выходить, значит, отсюда перевороть будем. Будем вооружаться и будем стоять здесь до тех пор, пока не вернут наши квартиры и наши деньги. Как может мэр сидеть спокойно, когда маленькие дети, в полном смысле слова, на улице, как он живет вообще. Он должен решить не кипермаркет открыть, не сити-центр открыть, а дать ребенку жилье, чтобы он не спал на улице. Они раздранжирили наши деньги и мы сидим 6 лет в развалюхах. А УКС заказчик этой аферы, именно УКС горосполкома, отсюда вышла вся эта афера, отсюда вышло это воровство. А теперь они нам говорят, что мы здесь ни при чем, что идите к цыганке, может она у вас взяла деньги, вы ходите к нам. Так вот, вот это и есть цыганка в этом доме. Этого достаточно, чтобы убедиться в решимости одесситов. Пора бы Костусеву со своей командой взяться за ум и не накалять страсти, хотя бы для своего спокойствия.